Как бы аппетитом. Я послушал. Про САД? Про САД? Про САД? Про САД. Про САД. Про САД. Мы сейчас просто рассказывали про многотопленные там движения или какой-то. МДК-21, когда все расслабило. Рыбинского народа МДК-21. Да, забор такой. Может, Вячеслав Иванову ставить ли экспериментальный какой-то житель, либо все-таки обратись к кому-то проведенному его? Я сторонник того, чтобы модернизация не превышала больше тридцати процентов. Вот стандартного. Чем больше и стандартного. Я уже сказал, что я не могу его пенту бы поставить. Я уже сказал. Совершенно верно. Не заборачиваю. Лучше, чем больше серийно и стандартно. Я тоже сторонник больше. Едет на яхтах время от времени. Выходит из строя. Но время от времени. А еще мы тут вспоминали, кто же делал все-таки прочный корпус север. И не смотрели. Значит, господа, я могу похвастаться результатом, которое прошло с этого времени. Завод находился в Омске. А строитель был, я его нашел, он до сих пор жив. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. И то, что вот сейчас пошел аппарат 6-тысячник, я не буду называть, который испытывали в прошлом году. В Санкт-Петербурге. Он есть? Нет. Да нет. Нафиг. А, господи. Ну, это не секрет. Не знаю. Ну, они там на пуск. Значит, после того, что он пошел, он действительно до сих пор жив, я так скажу. И мы с ним разговаривали. Я сейчас был в Санкт-Петербурге. Когда я возвращался с Олако, у меня было два дня в Санкт-Петербурге. Да вы имеете в виду Коновалов? Да, точно. Ну, Коновалов, это как его нынешний, он реально сказал. Ну, хердоносит с ним. Да. Таким он реально сказал. Вот это самое главное, что вы же понимаете, поднимаем флаг какой-то. Приемственности. Ну, да. Правильно? То есть, надо сказать, что живи еще в курюках. Ну, у вашего это был не Коновалов, у вашего Сапожников, по-моему. Сапожков. Сапожков. Сапожков, да. Там есть и Сапожников, и Сапожков. А, да. Там сейчас уже за давностью лет. Уже утрачено. Уже утрачено. Уже утрачено. То есть, и есть флаг. Слава Богу. Ну, последняя научка у тебя, что ты вытащил документацию, сфотографировал ее и не давали вытащить. У тебя есть документация и вся посеяла, да? Ну, естественно, да. То, что вы видели, там была специальная папка и отфотографированные все такое. Ну, не давали условно, поймите, значит, ну, ревность определенная. Непонятно. Да. Ну, да. Но все это уже по заданности времени уже. Угу. В связи, в общем, пошли утрачено. Секундочку. А для сперзадач? Ну, только... Я надеюсь, можно так сказать. Какими же стреляют в уголную скоромку. Да. 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 Может, расскажи какие новости за прошлую полгоду, да? Это же случай выпущать когда-то. Это неприличный пункт. Ну, да. Идиотное выражение. Ну, давай. Мы забирали так долго. Я хочу начать. Ну, что, новости крайне негативные. Потому что практически нету в России заинтересованных людей. Поднять флаг расти. Поднять престиж России. Многие молодежь... Я не стесняюсь этого. Я могу сказать на любом уровне. Многие молодежь вообще как бы не интересуются этим. Политика идет, ну, различного транжирования госденег. Причем частные меценаты в это дело не смотрят. Вопрос сложный. То есть, как сказал Федор Кунюков, самое сложное путешествие это найти спонсора. А все остальные мучения, это уже с их можно пережить. И мы занимаемся, ты прекрасно знаешь. Все в последнее время. Ну, надеюсь, то есть, как бы... Я в шутку хочу сказать, что у россиян есть шанс. Но то, что я сказал вам, если этого не будет, и китайцы скажут... И китайцы скажут, давай, как бы, ну, поймите правильно. Жизнь одна. И я хотел бы здесь еще сказать фразу Федора Кунюкова. Он абсолютно не Библия, но когда сложно, у меня есть прекрасная книга, когда паруса жигают звезды. И где-то месяц 3 лет назад, когда я полностью отчаялся, ну, сколько можно было, тыкаешь в резиновую схему, я что-то открыл к нему на первой странице, и прочел замечательную фразу, там в Лоскарадске или еще раз. Не отчаивайтесь. В путешествие кругосветное можно идти в 60 лет. Но Бог мне помог начать это в 30 лет. Вы понимаете, что я говорю. А сколько лет вы уже, как начали эти поиски спонсора? Два с чем-то года где-то. А какого на тебя аппарата? Ну, и Бог его знает, в 90-е затертые годы, в 92-е, в 3-е. А документарь? Ну, это чай в ассарану был еще. Два года, два года. Господа, вопрос счетчики вечного возраста. Ведь кроме того, что надо еще потратить силы на модернизацию, надо потратить силы на путешествие и прочее. А когда уже за 50-е, то уже как бывает. Я понимаю, смешно здесь слушать, но вот. Мы мечтаем о том, что возродится рифт уже 30 лет. Ну, если бы у меня подошли, я бы... Это строит. Мы его так стережем уже, значит, вот. 30 лет, да. Так, ну, тогда перейдем тогда на рифт. Да. Нет, ты подожди, не уходи пока. Я просто даже не знаю, как это все строить, если это чтить, что... Ну, поскольку все здесь собрались, да, ну, как мы все считаем, осуществим проект, наверное, при больших деньгах, я так понимаю, да, единственное, вот это на первый взгляд. Ваш проект, да? Да, да. Под вашим, так сказать, с вашей консультацией, с проектной документацией, с участием, как бы, института океанологии. Вы считаете, что, наверное, большими деньгами не с этими, ни с пяти сутками, ни с теми тысячами, да? Да. С большим наряду времени... Мне кажется, что это не может быть. Занижена цифра, но... Не на много, может быть, там, процентов... Ну, и судя по тому, что вы показали здесь, в каком состоянии находится интерьер, да, и вот эти все пульты управления, пилоты, да, то, ну, состояние действительно замечательно. То есть, ну, внутри, ну, такое впечатление, что делать нечего. Не, ну, переделывается. Дело в том, что идея задыкает, чтобы убрать аналог, освободить больше места. Ну, да. Ну, все равно это все нужно будет убрать, забрать, и все придется переливать. Потом все это... Посмотрите элементарно, иллюминаторы с ними тоже придется работать. Иллюминаторы надо менять, это понятно. При всем внешнем кругу. Да. То есть это, конечно, чем дальше мы говорим, тем больше уверенность отвлекается. Нет, не полмиллиона. Там остается прочный корпус, который... Вы помните, когда мы говорили, я на словах сказал, 800 или же 1,5... Миллион, или миллион, или миллион, или... Вот, вот этого выжигали. Ну, вот, вы слышали, когда вы говорили? Дело в том, что, еще раз, вот, между тем, это произведено было год, по-моему, по-моему, такому назад. Ну, опять, дополнение, изменения. Я подчеркну, это пилотная вещь. Ну, да. Не более, чем... Ну, да. А с регистром вы какие-то разговоры уже видели? Естественно. Более того, значит, я еще раз повторю, что регистр сделал посредственно по прочной стенке, а мое ноу-хау, которое я собрался сделать для того, чтобы уйти от непрорывного на окружение, перевести под регистр СИШО. А там какой регистр? Свой. Свой? Ну, в регистре, приезжая, сказано... Вашатку на дальней карточке, Игорь Иванович? Нет, вы извините, я не хотел бы так говорить. Дело в том, что по разрешению регистра есть возможно отступление от правил использования аппарата. Вот именно для того, чтобы не утонуть в бумаге, не утонуть в помощи, как я говорил. Федор Филиппович даже нам говорил, что, пускай-то поставят две ест, они стоят под одна под бортодосом, вторая под каким-то… Это Барфлагова. Барфлагова, да, ну, регистр, по-моему, регистров, как говорила… Регистров, правильно. Регистров, допустим, там стоит это там 500 долларов и 100 долларов от плода, а у нас, чтобы это оформить, это кипа бумаг, огромные деньги. А если бы я хотел бы… Ахазем остается, хазема, ухажаем, ухажаем, не удержите. Администрация Флага, администрация Порта, имеет возможность снимать ограничения под регистров. Правда. Я потратил много времени, чтобы уточнить это. Если вы находитесь под флагом сей шерсти, то вам администрация может разрешить больше. В строительстве или в данном случае достройка, реконструкция должна же происходить под чьим? То есть конструкция и создание строительства аппарата должно уже проходить? Да, правила под регистром, но у регистра есть правила приемки. А вот администрация порта флага может исключать эти правила. Послушайте, она издает свои циркуляры, письма. То есть, вот, допустим, приходит ко мне регистр российский морской, тот, который у меня отследовал прочностенки. И говорит, вот у меня есть правила постройки. И я говорю, что вот это, допустим, порт не нужен, а этот пункт не нужен на основании письма. Сейчас речь шла о том, что если спортсмен захочет вливать 100% денег в аппарат, в том числе и его сегодняшнюю стоимость, то вправе сам разрешать? Это предложение было сделано из-за чего? Экономить вот буквально на каждом гайке, венте и так далее? Отнещите врачу? Вопрос тогда, если менять аналог, было оборудование на цифровое, сколько в любви процентов денег может освободиться внутри аппарата? Ну, я думаю, что там, я просто не знаю, сколько там сейчас занимает оборудование. Пространственный объем очень волнует в этом аппарате. Это не критично. Конечно, надо переходить на современное. Пространственный объем волнует только в одном. Что надо напихать? То есть какое увеличенное дело двигательный отсек? Ну, это вы будете исходить из тех движков, которые... Так, так, точно. Плюс к этому место жизнедеятельности, утилизация отходов и прочее. Длина прохождения маршрута, поступившись, это же все вместе решается. Продолжение следует...